так друзья у меня уважаемый гость из породы тех кого я называю садовая генерала то есть люди не простые не надо не надо это в нашем возрасте краснеть поздно значит так это бешкек это киргизия это ученый зовут его сергей владимирович а фамилия гребенников гребенников значит получилось так пока мы сюда ехали вот начал разговор разговор был серьезный и оказалось так что я представил себе что то что он говорил на таком языке научном каждое второе слово это это чистая специфика я сказал я буду фильм снимать для самых простых садоводов любителей значит просьба разговаривать с нами с простыми людьми и отдельно то что меня зацепило то что я вашем лице нашел такого сторонника потому что сеть сегодня сейчас уже в разряд ли лиги отнесли уничтожение и выращивание деревьев без нижних скелетных веток на мой взгляд ошибка страшнейшая но она присуща практически всем научным учреждениям это стало практически религией страшная ошибка вот я ее отношу за счет того что уничтожение нижних скелетных веток приводит к голоданию так как это естественно к калечению и вот уменьшению сами знаете сопротивляемости сами понимаете но главное это лишается дерево корни и все что их окружает бактерии так далее глюкозы вот и вдруг вы взяли и не просто взяли об этом же сказали я сразу злился думаю ну все эти перец вас не слезу извините за выражение дальше будете говорить только вы вы видели питомник вы видели сад я вас угощал говорите все что в это и никаких не будет купюр все будет так как вы скажете нелесоприятно нелесоприятно слушаем вас еще раз здравствуйте меня зовут гребеньков сергей владимирович я из бишкека чуть круче я из бишкека и занимаюсь научной практикой скажем так и также мы сейчас по кыргызстану высаживаем питомники ну что без питомников как говорится вы знаете ничего нету особенно важны местные питомники в местных условиях да я посмотрел сейчас питомник действительно хорошая работа и у вас тут зона рискованного садоводства как вот говорит усунтовод что говорит два метра в сторону уже может не расти поэтому у вас тут сейчас методом тыка конечно сюда бы подключить и настоящих экологов которые могли бы подсказать каком месте лучше откуда ветра идут особенно ветра они опасны и когда они весенние когда почка только набухает если постоянный один тот же ветер значит днем она может быть и 15 градусов ночью плюс 3 и вот этот ветер он губит почки особенно семечков и конечно интродукция это важная вещь у вас много такого материала но я слышал у вас яблони гибнут массово у нас тоже такие причины бывают особенно когда у нас весной много дождей то есть развивается бактерия но мы знаем что есть бактерии полезные скажем так и в бактерии вредные так вот когда вот такие условия вредная бактерия усиливана усиленно развивается и поэтому мы получаем результат все эти болезни от ракозы на черешнях пузыриозы у нас сразу идут повсеместно особенно по мощным это когда вот это микрофлора патогенная она превышает микрофлору который вырабатывает антибиотики сейчас есть биопрепараты которые рак вот эти все бактериальные болезни очень скажем так успешно побеждают и очень легко у нас эта проблема была дело в том что когда мы используем наши химические удобрения то бактерии они погибают а когда мы используем бактериальные новые удобрения то тогда мы можем даже через три четыре года вообще не использовать химические но опять же сразу мы не можем это бросить это нужно первый год на 20 процентов потом 30 добавить уменьшить на третий год уже 80 процентов мы не добавляем 20 добавляем только и на четвертый год мы уже мы можем перейти на биопрепараты есть инсектициды прекрасный инсектомен мы использовали в этом году мы начали использовать в восемнадцатом году но потом была вот эта пандемия и башкирцы к нам приехали осенью двадцать второго года в минсельхозе мы там встретились опять на семинаре и я был сейчас башкирии посмотрел препараты конечно препараты мы использовали их уже это были не исследования просто это уже были показатели по хозяйствам я проехал по фермерам практически чуйская долина из и кульской области лаская и значит мы показали это люди посмотрели уже стоят в очереди потому что действительно и приросты и урожайность повышается то есть это действенные и мы уходим и кстати там есть био инсектициды биофунгициды а сейчас они разрабатывают биогербициды по сорнякам мы переходим на экологически чистую продукцию чтобы было понятно значит у нас 2000 в 1964 году была государственная программа перехода на неорганические химические соединения в сельском хозяйстве то есть удобрения потому что уже машин больше чем раньше навоз был на лошадях возили и начали давать эти удобрения но чтобы было понятно значит дерево или саженец или та же рассада томатов или перца когда вы сажаете она выделяет 15 процентов это средние данные 15 процентов сахаров выделяет именно для бактерий бактерии эти поселяются вокруг корня называется резосферны то есть резобии и они прям плотную они заходят в межклеточное пространство и и используя эти сахара они выделяют ферменты эти ферменты являются и аминокислотами и питательными веществами затем актиномицеты тоже они выделяют кислоты используя уже тоже ферменты это сопутствующие бактерии выделяют кислоты которые щепляют не усваиваемые химические элементы которые имеются в почве в усваиваемые и это называется симбиоз ну что такое симбиоз вот у нас симбиоз с одеждой мы всегда в одежде мы значит у нас есть летняя одежда зимняя одежда домашняя одежда рабочая одежда вот так и бактерии с деревьями вернее с корнями но когда стали использовать химические препараты то есть деревья и скажем так саженцы рассада они перестали выделять ферменты и поэтому бактерии в основном на пашнях они погибли в большинстве и мы вносим когда вносим удобрения удобрение полезно тогда когда она горит потому что бактерии размножается тогда когда начинает интенсивно подниматься температура за счет того что это так интенсивно размножается бактерии на навозе это для них субстрат и они там размножается и когда мы берем и вносим именно вот этот горящий навоз он ничего не сожгет потому что вы там допустим 5-6 литров внесете подсаженец дерево и смешаете с почвой до миллиарды бактерий погибнут на те которые адаптируются они начнут работать уже ской с корневой системой поэтому и то же самое у нас происходит вот эти все заболевания бактериальные когда у нас патогенные бактерии превышает бактерии те которые выделяют именно антибиотики как работает бактерия мало того что они используют эти сахара от дерева или от саженца они выделяют еще они выделяют антибиотики но если посмотреть на чашки петри то есть вот она бактерия и вокруг нее такое пятно получается то есть она этим питом отпугивает другие бактерии и когда у них нету питания они просто погибают потом эта же бактерия будет и съест эти погибшие скажем так будет питаться этими погибшими бактериями